Так как скоро грядет Армагеддон и все дело даже не в том, что у тебя не будет денег и нечего будет купить. Нет, не так. Денег будет дохрена валяться, а купить ты ничего не сможешь, потому что будет глобальная чипизация, которая уже сейчас началась. Проэфтивиться ей никто не будет. Ну, там покажут людям футбол, как обычно они футбол посмотрят. Так же, как с пенсией. Никто ни о чем думать не будет. Футбол посмотрят и рекламку о каких-нибудь скомарохов они посмотрят и потом они пойдут чипироваться. А на моем канале я буду вам выкладывать какие-то новости, как можно этому противостоять. Вообще противостоять системе достаточно тяжело, но возможно. И сейчас я на своем вчерашнем планерном заседании Царской Думы принял указ об импортозамещении товаров. Если вы живете в России, Украине, СНГ, достаточно тяжело вам, наверное, живется. Этот ролик вам поможет. Мы займемся с вами импортозамещением. Если вы живете в России, то это пятерочка и магнитозамещение. Я вас буду учить выращивать жратву на дому, чтобы не тратить деньги. А тем более для того, чтобы купить что-то без числа зверя уже ничего не купишь. Нужно будет чипироваться на лоб или на руку на правую чип принимать. Мы, зрители моего канала, категорически отказываемся это делать. Ну, сейчас биометрию ввели в Сбербанке. Люди соглашаются. Надежды на них нету. Поэтому действовать надо самим. Мы создадим, если что, общину. Но сейчас наша община, она пока что на Ютубе будет. И кое-какие навыки я вам преподам. Сегодня ролик будет скучный, но информативный. Который поможет вам сэкономить много денег и также не попасть вам в гену огненную. Когда случится этот Армагеддон, когда вы чипернетесь. Это корыто. Оно недорогое. Можете его купить. Тут у меня написано укроп, нежность, петрушка, лук и кориандр. Это все я буду выращивать и разделю все на 4 секции. У меня уже стоят здесь метки. Здесь будет у меня укроп, петрушка, лук, кориандр. Ну, тут у меня подсказки есть. То же самое я сделал на тарелочках. Купил семена. Завернул их почти сутки назад в мокрую тряпку. Подливал немножечко это, чтобы росточки появились в семенах. Перед тем, как начать сажать, вам нужно полить землю за сутки. Я это все сделал. Чисто по технологии надо в марганцовке ее поливать, но не будем заморачиваться. Семена в марганцовке настаивать. Перед тем, как что-то сажать, мы должны сейчас будем почву разрыхлить. Почва должна быть рыхлой, а не такая, как на огородах. Если чисто по технологии, то там вымачивать в марганцовке и все такое. Но мы не будем заморачиваться. Нам нужно побыстрее результат получить. Поэтому будем делать все это экспрессом. Теперь нужно посыпать удобрением. Конечно, чернозем достаточно хороший. Он уже удобренный, но не помешает еще удобрить. Удобрение рублей 10 стоит. Напишите обязательно, что я жирую, что землю удобряю. Так воняет этим куриным пометом. Теперь нужно здесь нарезать борозды, штуки 3-4, чтобы в них сажать наши семена. Сейчас я это сделаю и мы включимся. Чтобы нарезать борозды ровно, надо, чтобы пошел дождь. Сейчас мы вызовем дождь. Отлично. Вызываем дождь. Вот учитесь у меня, как выживать надо в наших тяжелых условиях. Не думаю, что этот ролик много людей посмотрит, но заснять это нужно было все равно. Но это все. Следите за развитием событий. Возможно, что это все вырастет через неделю.